О перезагрузке внешней политики говорят и в Вашингтоне. Администрация Трампа планирует перезапустить переговоры по регулированию ситуации на востоке Украины. Чего именно хотят в Белом доме и кто станет новой Нуланд? Дмитрий Анопченко об этом подробнее из американской столицы. У госсекретаря Тиллерсона новый план, выяснила всезнающая Вашингтон-Пост. Мол, в Госдепе считают, что Донбасс может стать важной темой для перезагрузки внешней политики Вашингтона. И что мирные переговоры можно перезапустить. Как пишет газета, благодаря новым обстоятельствам и новым лицам. Якобы выбран и ответственный за Украину. Дело в том, что при Обаме ситуацию в нашей стране курировал лично вице-президент Джо Байден. Вот в этом здании посредником между Вашингтоном, Киевом и Москвой была знаменитая Виктория Нуланд. Но теперь в Госдепе решили изменить формат. Будет назначен специальный посланник Госдепартамента. И вопрос только в том, будет это просто функционер, кадровый дипломат или знаковая фигура. Неофициально в Госдепе говорят, что еще нет шорт-листа возможных кандидатов. Просто ведется обсуждение. И что до сих пор не отказались от идеи выбрать для такой роли Генри Киссинджера. Бывшего госсекретаря и лауреата Нобелевской премии мира он зачастил сейчас в это здание. Но утвердят ли его пока большой вопрос. Стратегию в отношении Украины определяет ведь не только Рекс Тилерсон. Но и офис вице-президента, а спецпосланника точно выберет лично Дональд Трамп. Подвечки во внешней политике Трампу нужны и срочно. Ведь это позволит переместить фокус внимания американцев с внутренних проблем, которые нарастают как снежный ком. Конгресс требует объяснений о дяте Трампа Джареда Кушнера. После утечки в прессу сведений о его попытках установить скрытый канал связи с Москвой. Главе государства даже заявление пришлось сейчас сделать. Его опубликовала Нью-Йорк Таймс. Трамп сказал газете, что его зят делает огромную работу для Америки. Он в нем полностью уверен. И что Кушнер не только миллиарды долларов для страны экономит, но и просто очень хороший человек. Но в ближайшие дни Трамп даст своим критикам еще один повод для громких заявлений. Дело в том, что Соединенные Штаты намерены буквально сегодня-завтра выйти из парижского договора по климату. Официально о решении президента еще не объявили. Но пресса пишет. Он уже сообщил о нем своим ближайшим советникам. Масштабная программа по борьбе с глобальным потеплением, которую полтора года назад почти 200 стран подписали, теперь может лишиться и поддержки США, и американских денег. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!